МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подразделения дознания в системе МВД России отметили свой профессиональный праздник. Каковы основные направления деятельности этого подразделения и чем конкретно эта служба занимается? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии ответит начальник группы дознания отдела МВД России по Малокарачаевскому району Муса Джерештиев. Моя соведущая была Джозаева. Уже в студии. И я передаю вам слово. Доброе утро всем. Доброе утро, Мусай Дикович. Добрый день. Благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Я хочу вас поздравить с тем, что 16 октября – это день образования подразделения дознаний в системе МВД России. Спасибо. Это ваш профессиональный праздник. Я бы хотела узнать об основных направлениях вашей деятельности. Чем конкретно ваша служба дознания занимается? Подразделения дознания – это одна из форм предварительного расследования. И сами подразделения дознания занимаются расследованием уголовных дел небольшой и средней тяжести. Примером таких уголовных дел могут являться незаконный оборот наркотических средств, незаконный оборот оружия, мошенничества, кражи, преступления небольшой и средней тяжести. То есть непосредственно в наши обязанности, как можно пояснить, входит расследование, возбуждение уголовных дел, расследование, направление данных уголовных дел в суд, принятие процессуальных решений в случае отсутствия состава в данном, при совершении какого-то правонарушения, либо что-то, принятие по нему правильного, верного процессуального решения. Я так могу пояснить это. То есть дознавание – это неправильно? Правильно дознание? Дознание, да. Правильно дознание. А вы дознаватели? Или как? Да, дознаватели. Чем дознаватели отличаются от следователей? Или это одно и то же? Нет, это как бы, ну, по факту мы можем пояснить, что занимаемся общей деятельностью, но дознаватель, он занимается расследованием уголовных дел более тяжкой категории, то есть это преступление более тяжкий, и у следователя чуть более процессуальной возможности, чем мы. У нас же дознавателя категория преступлений – это небольшая и средняя тяжесть. Более серьезные? Да, более серьезные уже. Ну, если говорить вот конкретно о вашей службе, Малокарачаевский район, система ваша, дознание, у вас как обстоят дела? Насколько обстановка у вас благоприятная, насколько неблагоприятная? Нет, абсолютно благоприятная именно в районе у нас абсолютно благоприятная. Наш отдел небольшой, само подразделение наше дознание, оно из трех человек состоит. То есть три – это я руководитель, старший дознаватель и дознаватель. Все молодые, коллектив очень, ну, молодой, скрик, как сказать… Слаженный. Слаженный, да. Мы все друга понимаем, любыми всегда друга поддерживаем. То есть никаких-то проблем нет, работа, постарались построить работу на таком уровне, что каких-то проблем у нас в нашей деятельности не возникает. Вы в системе МВД, правильно? Да. Всего три человека. Вот у вас получается уследить за всей ситуацией в районе? Ну, за всей ситуацией мы не сможем уследить, мы следим только по своему направлению. То, например, по линии дорожного движения наблюдает ГИБДД, по линии какое-то взаимодействие с населением. Нет, это понятно. Но вот именно вы втроем справляетесь? Да. Абсолютно справляемся. Каких-то таких больших своих жизненных нагрузок нет. Абсолютно все. Все справляемся. Никаких проблем именно вот в рабочей нашей служебной деятельности у нас, в принципе, не возникает. Вы лично в этой системе сколько лет работаете? Я 6 лет уже в системе, именно в подразделении. Я вот третий год в подразделении. Ну, вот что самое сложное? Вот вы помните какое-то такое, ну, скажем так, по-простому страшное дело, которое вас, ну, скажем, сбило с толку? Бывает такое? Бывает, конечно, попадаются. Разные бывают ситуации. Ну, прям, чтобы такие именно как страшные, когда я только устроился, перевелся в подразделение дознания, у меня был один случай, то есть угон автомобиля в центре. Был угнан автомобиль. Ну, автомобиль мы нашли, человека задержали. Буквально через определенное время, ну, человек был установлен у нас, мы примерно знали, кто. Данный же человек, во время моего розыска, он совершил аналогичное преступление, и мы его задержали уже при этом. И вот тогда это для меня было такое более первое мое тяжелое дело, которое я там, более где-то камеры, видеонаблюдения, люди, очевидцы, кто что видел, поиск машины, проведение осмотров. Это, ну, такое первое, как бы запоминающее у каждого дознавателя, может, есть свое какое-то первое дело запоминающее, которое нам запомнилось. Ну, вот каким характером должен обладать дознаватель? Да, не знаю, как сказать, как, ну, основные черты, может быть, целеустремленность, я могу сказать, то есть желание, целеустремленность, целеустремленность к знаниям, получение знаний, потому что ежедневная работа... Но интуиция должна быть развита? Конечно, конечно, при общении с людьми разные моменты, разные ситуации, когда ты выезжаешь на осмотр, ты общаешься с разными людьми, опрашиваешь очевидцев, кто-то что-то видел, где-то это то же самое при общении с людьми, тот же момент психологии. И элементарно можно там с человеком побеседовать, в ходе беседы многие доверительные беседы, человек, ну вот... Каждому нужен тоже индивидуальный подход. Конечно, каждому человеку нужен, да. А вот для вас в вашей работе что самое сложное и что самое вот то, что вам нравится? Ну, прям таких как бы сложностей не могу сказать, и на определенных каких-то сложностях. Но чем ваша работа вам нравится? Не знаю, пояснить, как сказать, ну... Я всегда, мне нравилась вот эта работа, у меня, хотя я сам из семьи медиков, вся семья мои медики, я единственный в семье, кто вот именно пошел по направлению правоохранительной деятельности. И мне, ну, понравилось, не знаю, еще, можно сказать, со школы, с института я уже выбрал... Это было ваше желание? Да, да, это было мое самостоятельное решение, то есть, ну, семья предлагала, то есть, как бы, продолжить систему медицину, все, пойти в медицину так же. Ну, это было мое решение, именно пойти в правоохранительную деятельность. Я ни капли, ни разу не жалею, и только вот, как бы, не знаю, мне нравится это, может, какое-то общение, как сказать, общение, вот, ну, работа сама приносит удовольствие. А каждому человеку должна его работа приносит удовольствие. И вот, не знаю, я, может, так сказать, как бы, перешел в то подразделение, которое мне нравится по душе, и это деятельность. А скажите, а вот какие у вас планы ближайшие? Я имею в виду не только ваши личные, там, карьерный рост, а планы вашего отдела? Ну, как, у каждого человека, может, какой-то план есть. Ну, карьерный рост, это понятно, да, у каждого человека есть. Ну, я занимаю эту должность, в принципе, исправляться с этой должностью, то есть не подводить свое руководство при исполнении своих, как бы, обязанностей служебных. Ну, отдел тоже старается, занимается, вроде, наш отдел занимает, как бы, сказать, хорошие, положительные места, ну, в зависимости от деятельности. То есть у нас нету каких-то пробелов, что-то так могу пояснить. В общем, я поняла, что вы любите свою работу. Да. Мне остается пожелать вам успеха в вашей нелегкой, скажем так, работе, круглосуточной, может быть, где-то. И с профессиональным праздником вас. Спасибо большое. Спасибо вам. На этот раз артисты Республиканской филармонии решили обогатить духовный мир молодежи музыкальной постановкой по пьесе Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками». В ней рассказывается о том, как композитор Эдвард Грик встречает в лесу восьмилетнюю девочку, дочку лесника Дагни Петерсон, которая собирает еловые шишки. К ее 18-летию он пишет чудесную музыку, но девушка услышит ее уже только после смерти композитора. Спектакль был незабываем. Он дал нам возможность окунуться в мир истории, в мир литературы. Артисты выступили очень хорошо и смогли очень жизненно описать то, что было в оригинале. Это уже восьмое представление в стенах Республиканской филармонии, которое молодежь нашего региона посещает по пушкинской карте. Были постановки, мелодии, звездной поэзии, классические концерты по творчеству Сергея Есенина и по произведению мировой классики, а также и по мотивам стихотворений и басен наших местных писателей и поэтов. Это музыка особенная, спектакль особенный, классический и волшебный, сказочный. И вот, ну, равнодушным никак нельзя не остаться. На этот раз в зрительном зале студенты Крачаева-Черкесского педагогического колледжа имени Умара Хабекова. Билеты они приобрели по пушинской карте. Это проект Министерства культуры России, направленный на культурное просвещение молодежи нашей страны. Средства являются целевыми, и их можно тратить исключительно на культурный досуг. Благодаря этой карте они могут посетить музеи, выставки, концерты, спектакли. Они получают интересные впечатления, посещая массовые культурные мероприятия, узнают культуру своего народа, ну и воспитательный процесс. Пушкинскую карту могут оформить все юноши и девушки от 14 до 22 лет несколькими способами. Самый простой и распространенный через портал госуслуг. Ну а те, у кого пока еще нет подтвержденной учетной записи, могут обратиться в ближайшее отделение почта банка и оформить ее в офлайн. В этом году баланс карты составляет 3000 рублей, а в следующем планируется увеличить до 5000 рублей. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Крачаева, Черкесия. За окном листопад и хочется вернуться в лето. Прямо сейчас мы отправимся с вами в виртуальное путешествие, предлагая вам загадочную Грецию. В нашей Крачаевой Черкесии есть маленький греческий островок под названием Спарта. Вот именно туда мы и поедем. Там до сих пор мифы Древней Греции передаются из поколения в поколение на чистейшем греческом языке. В гости к 300 спартанцам отправилась Фатима Даурова. Сегодня мы приехали в гости к потомкам понтийских греков, которые обосновались здесь в Карачаево-Черкесии во второй половине 19 века. Сначала они заселились в селе Хасаут-Греческом, недалеко от станицы Кардоникской. Село же Спарта, где мы сейчас находимся, образовалось чуть позже. И сейчас нам предоставляется уникальная возможность вместе с вами познакомиться с укладом жизни потомков древних эллинов. Вот и узнаем, что они нам интересного расскажут о себе. Греки, беженцы новой волны из Трапезунда и Карца основали второе село, дав ему имя в честь легендарного государства на Пелопонессе. Долгое время здесь жили только греки. Сейчас состав населения многонационален. Есть смешанные семьи. Но мы отправляемся в гости к традиционной греческой семье, где до сих пор все ее члены разговаривают на том же языке, на котором когда-то говорили Александр Македонский, завоевавший полмира военными походами, и древние философы Сократ и Диоген. Греция дала миру в наследство изысканную античную цивилизацию и культуру. Дружная и большая семья Спиридонидии встречает нас по обычаям спартанцев. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Спасибо. Вот это одна из, наверное, традиций, что гостей всегда встречают кофе. Все, кто приходят, первое, что у нас подается, это кофе вареный греческий кофе. Во главе семьи Мария Харлампиевна, 84 лет от роду, многие годы из которых пришлось пережить в ссылке в Сибири, куда был отправлен отец по политическим соображениям. Потеря матери, переезд пяти детей-сирот на Кавказ и счастливый случай, оформление опекунства родной тетей, который помог избежать участия детдомовских детей. Так началась новая жизнь Марии в Спарте. Тяжело было? Конечно, тяжело. Мы приехали в 1947 году, голод был здесь еще. Но ничего пережили как-нибудь. Тети нас помогали, родственники были, помогали. И мы выжили. Трудности, конечно, оставили свой отпечаток на лице красивой женщины. Но блеск черных глаз до сих пор греет всю семью. Она – сердце домашнего очага. Хрупкие женские плечи основали крепкий фундамент семьи. Мария передавала знания о традициях и обычаях своего древнего народа. Благодаря ее усилиям и дети, и внуки, и правнуки говорят на чистейшем греческом языке. Зная свою бабушку, она, я даже с детства помню, она очень трудолюбивая. Она у нас как пчелка. Она у нас минуты не сидела. И, наверное, это качество передалось и мне. Как мама говорит, что я копия бабушки в этом плане. Я постараюсь передать это своей дочке. А в плане традиции, конечно, язык – это самое главное. Танцы тоже постараемся передать. Бабушка учила танцам, да? Да, любовь к музыке. Она у нас и пела. Я не знаю, что она у меня, что я тебе обрисовала, а танцам у меня есть. О чем песенка? Горы. Переволю через горы, через море и приду к тебе, родная. Вот типа вот такого. И, конечно же, Мария Харлампьевна научила свою дочь надежду и секретам греческой кухни. И нас приобщили к вкусовым изыскам. Сегодня мы будем готовить два греческих понтийских блюда. Это шерван. Это подается на первое. И мантин, как второе блюдо. Блюда эти, конечно, очень древние. Это понтийские блюда, которые вышли еще, наши предки их принесли нам с Турции. Они жили в Турции, вы знаете, да? Оттуда потом они, когда там уже подверглись репрессиям, они оттуда убежали, пришли сюда. И вот эти блюда они сохранили. Вот как они были в изначальном, да, вот так они и остались. Вы их готовите в повседневной кухне? Мы готовим всегда, очень часто. Да, наравне со современными блюдами, которые у нас существуют, мы всегда готовим греческие блюда. Они у нас, как бы, вот любимые дети очень любят. Мы все любим эти блюда. Значит, сварилась перловка. Вот. Многие готовят на рисе, но правильно изначально готовить его на перловке. Вот сварилась перловка. Потом у нас есть такой, наш национальный еще продукт, такой национальный, называется пашкетан. Он готовится из сквашенного молока. Ну, вот по, у нас на Кавказе говорят айран. Да, вот. Это вот квашеное молоко. Кисломолочный продукт. Кисломолочный продукт, который варится, потом сживается, получается такая густая масса, которая хранится потом. Вот раньше наши бабушки, мама моя так делала, они все это вот готовили и всю зиму хранилось. Зажарка делается. Масло сливочное. И мято. Мято, да? Сушеное мято, да? Мято, да. Аромат. Сушеное мято, которое мы заготавливаем сейчас летом. И вот у нас она как бы долго-долго хранится. Тоже на сливочное масло. Масло и мято, да? И мято. Вот это у нас такая зажарка. Некоторые сейчас на современный лад еще делают зажарку с луком. Но изначально это не делалось. Это такой свежий вкус придает, да? Он необычный, знаете. Вот описать его не опишешь. Самый верный помощник надежды и в жизни, и на кухне супруг Георгий. Его поддержка. Тот оплот, на котором строится кирпичик за кирпичиком целостной стеми и ее благополучия. А готовкой вас занимается только женская половина дома? Нет, у нас мужчины очень активно участие принимают в готовке. У меня супруг вообще повар. Очень часто он готовит. И как он готовит, наверное, вкуснее мужчин никто не готовит. Он готовит очень вкусно. Он готовит разнообразное. То, что касается мяса, мясных блюд, шашлык, люля, что-то это вот его. Греки любят, а главное – умеют готовить, превращая национальные блюда в произведения искусства. Главная особенность – натуральные, экологически чистые продукты, большинство из которых производится дома. Молоко, сыр, сметана, топленое масло, травы и специи. Культура национальной греческой кухни основана на одном фундаментальном правиле – не нужно усложнять. Хорошее блюдо, по мнению греков, готовится максимально быстро и легко. Мантин, шерван, сирон, пашкетан – экзотические названия, с которыми я познакомилась впервые, находясь в гостях у семи спиридониди. Они же и рассказали, как проходят свадьбы, где подаются эти же блюда. А чтобы не возникло чувство тяжести от такого разнообразия еды, понтийцы танцуют свои знаменитые танцы. И вот у нас танцы все вот такие круговые. И вот знаете, вот наш один танец, есть Омал, который танцуют наши дети, школьники в школах. И когда идут какие-то смотры в республике, этот танец считается, его так и назвали, дружба народов. И я даже знаю, президент танцевал, мы видели на видео, да. И все дети, нагайцы, черкесы, русские, все становятся в этот круг и все танцуют. Танец как бы простой, и вот все его танцуют. Именно то, что вот это вот, наверное, то, что держится за руки, все равно это как-то объединяет. И вот танцы у нас, когда вот на свадьбах, у нас круг, 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 там несколько кругов. Больше, 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 больше. И вот если сверху посмотреть, это просто скопление народа. Так что, дорогие телезрители, кто хочет увидеть большую греческую свадьбу с танцами и вкусными блюдами, приезжайте сюда, в Спарту, здесь вас встретят с распростертыми объятиями, и каждый будет рад вас здесь видеть. Когда все собираются дома, большая и дружная семья Спиридониди не помещается за одним столом, наставленным любимыми блюдами. Внуки, живя в разных регионах большой страны, успевают сильно соскучиться по знакомому с детства вкусу домашней еды. Приготовленная заботливыми руками мамы и бабушки, она всегда остается предпочтительней кулинарных шедевров мишленовских ресторанов. Впрочем, я сама в этом убедилась. Вот сейчас я буду первый раз в жизни пробовать национальное блюдо древних греков, пришедшее нам прямо из Греции, ширван, который нам приготовила наша гостеприимная хозяйка Надежда Яковлевна. У меня прям слюнки текут, сколько мы это готовили. Сейчас попробуем, посмотрим. Очень необычное сочетание привычного кисломолочного вкуса и вот этой изюминки, что придает мята. Очень вкусно. Нам нужно было продолжить свое маленькое путешествие по Спарте, и поэтому пришлось расстаться с радушными хозяевами. Бабушка Мария, очаровавшая всю нашу съемочную группу. Когда вы будете смотреть наш материал в эфире, знайте, что мы благодарны вам за ваше гостеприимство. Долгих лет жизни вам в кругу такой замечательной семьи. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева Черкесия». Всем удачного дня и встретимся завтра.